Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители! С вами снова Скудер и канал Ни Слово Об Играх. И мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 A-Spec для второй PlayStation. Ну что же, сначала немножко надо, наверное, сказать, что у меня происходило. Такой вводный текст. В общем, командировка, как вы знаете, у меня была, но она, как обычно, затянулась надолго. В общем, как это говорится, мы, предполагаемый, Бог располагает, да? Ну, в общем, как-то так получилось, что гораздо дольше все затянулось. Ну и после того, даже как я вернулся, в общем, заболел, заболел так хорошо, крепко. Ой, в общем, поэтому вот только оклемался более-менее сейчас. И то даже еще не совсем. Может быть, чувствуется по голосу. В общем, только в новом году целый, считай, что год не было, не встречались мы с вами уже 2019-й на дворе. Ну и, собственно говоря, слава богу, но все-таки продолжаем. Продолжаем проходить Гранд Туризма 3. Ну, наверное, поздравления и все такое прочее в конце видео, скажу. А сейчас давайте, наверное, долго не будем рассусоливать. Вот, в общем, так как-то все было. Ну и продолжаем. Значит, проходить. В общем, в прошлой серии мы с вами заработали на вот этой Сильвии аж целых две машины. Это RX-7, вот эту вот, LM Race Car. Ну и за то, что мы закончили Лигу Аматюр, нам еще и вапер вот такой вот в гараж доставили. Прикольный. Вайпер Тим Орека. Который, кстати, продать, смотрите-ка, нельзя. Да? Ну ладно. В общем, в этой серии мы приступим к прохождению Лиги Профессионалов. И начнем мы с практически самого первого там чемпионата. Самый первый там Гранд Туризма... Чемпионат Гранд Туризма. Его мы, наверное, напоследок оставим. Почему он там первый, непонятно. Ну, по... По списку, как бы, первый. Но мы начнем с чемпионата переднеприводных машин. Вот. И я думаю, что мы проедем его на... Целики. На Целики мы еще с вами не ездили. Поэтому... Давайте сейчас ее возьмем. Сядем за нее. Ну и, собственно говоря, прокачаем. Прокачивать ее нам придется фактически полностью. Так, давайте сначала маслица сменим. Традиционный наш уже с вами такой обряд, скажем так. Так, вот, есть. Давайте колесики поставим какие-нибудь прям. Какие-нибудь хорошие. Новогодние колесики. Так. А какие у нас новогодние колесики могут быть? В виде звезды, да? Но что-то как-то в виде звезды не очень хочется. Можно по-разнообразить чуть-чуть. Так. Блин, что-то фигня какая-то. Энки. Что у нас в Энке есть? Звезда опять же. Хм. Ну, не знаю. Что-то... Что-то, что-то. Пока ничего особенного. Так, что еще можно? Рейс. Инженеринг. Спицы вот такие вот тонкие. Что-то тоже не алло. Страх какой. Ужас просто. Блин, я что-то не знаю. Тонкие спицы. Но в виде... В виде звезды. Все-таки, наверное. Темненький такой. Плохо, что здесь еще нельзя раскрашивать. Отдельные детали машины. Можно было бы покрасить. Ну, ладно. Возьмем такие спицы. В виде звездочки. Так, ну что. Самое главное, в принципе, есть. Это... Классные колеса. Уже плюс 50% мощности. Так, ну, как я сказал, в принципе, прокачивать ее нам для этого чемпионата надо полностью. Там машины уже очень серьезные. Я перед записью этой серии зашел туда и потестировал, насколько вообще целика наша должна быть прокачена. Я не проходил его. Но вот ездил, тестил, сравнивал разные узлы. И, в общем, получилось, что надо практически полностью. Единственное, что я не вкачаю совсем на максимум, это вот наш движок. То есть, доступна, видите, и третья стадия, но она стоит кошмарных каких-то денег. Так, 70 тысяч. Вот. Я возьму уже вторую стадию. И, по идее... Потому что, если взять третью... Ну, во-первых, она очень дорогая. Это разная. Но, как бы, деньги у нас есть. И, кстати, денег у нас дофига. Больше миллиона. Вот. Но тогда будет гораздо проще с ними сражаться. А так мы будем немножко им проигрывать в мощности. Совсем чуть-чуть. Но все-таки будет нехватка мощей. Так. Ну, и у нас в итоге получится... Должно получиться, по-моему, 301 лошадиная сила. Со всеми этими прокачками. Так. Ну, и компуктер... Да. 301 лошадиная сила. Маховичок. Сейчас будет нам махать просто. Так. Кардана нету. У нас передний привод. Полностью настраиваемая. Коробка передач. Которая добавит нам шестую передачу. Так. ЛСД я брать не буду. Так. Турбо нету совсем. Покрышки берем хард. Короче, там будет уже, естественно, с пидстопами тоже. Вот. Но... Там есть один читерный товарищ. Он может нам попасться в чемпионате, который гонку едет без пидстопов. Все остальные останавливаются, а он нет. Поэтому нам тоже кровь из носа. Надо проехать гонку без пидстопов. Вот. Поэтому берем хард. Изначально я на медиуме пытался. Медиум, конечно, быстрее. Но он... Его на пол дистанции только хватает. Так. А хард у нас на две ступени жестче. Так. Полностью облегчаемся. Эх. Вот. Блин. Хотел же заметить, сколько мы весили. Ай-яй-яй. Ну ладно. Вам проще будет. Вы перемотаете назад. Если что. Можете глянуть, сколько мы весили до начала апгрейда. И сейчас хотя бы посмотреть, сколько мы сейчас весим. Сейчас зайдем в... В-в-в-в-в-в. Гаражик. Просто хочется глянуть. Наконечный результат. 301 лошадиная сила. И вес... Так. Вес вот здесь. Так. Вес чуть-чуть больше тонны. 1068 килограмм. Угу. Ну окей. Так. Неплохо так вкачались. В нашу цель. Так. Ну что, погнали. Профессиональная лига. Последняя. Ну, за исключением чемпионатов на выносливость. Так. Вот он... А, первый нет. Бритиш идет. Потом чемпионат мировой. И вот FF. Ну, Бритиш машин у нас... А, нет. Что-то есть. Лотус, да. У нас и сприт. Ну ладно. Все равно. Начинаем, в общем, с FF челлендж. Так, смотрим, что у нас тут по... По деньгам не так уж и много. Могли бы, если честно, давать и побольше. Ну, а так. Лицензия International уже практически самая крутая. Ну, в общем, как я думаю, самое сложное это будет у нас здесь, наверное, гонка... Ну, Deep Forest в обраточку и Рим. Я за них переживаю. Вот в Монако, в принципе, все должно быть тип-топ. В Монако, как мы знаем, они что-то не очень едут. Не научил Казунори и Маути ездить ботов по Монако. Ладно, погнали. Если честно, мандражирую немножко, потому что давно уже за руль не садился. Ну, потестировался, конечно, как я вам уже говорил, но все равно. В-первых, я надеюсь, что на запись я сдюжу, потому что, когда я ехал в тестировочном режиме, я все-таки молчал и был полностью сосредоточен. И то, ну, как бы было очень сложно. Так, а сейчас на запись будет сложнее сосредоточиться. Так, и еще фишка в том, что наша переднеприводная целика стала очень мощной. И я трекшн-контроль на единичку все-таки оставлю, потому что она люто буксует. Буксует даже, наверное, хуже, чем заднеприводные машины. И убивает переднюю резину просто в клочья. Если трекшн вообще убрать, а дозировать на джойстике, как вы знаете, достаточно сложно. Ну, в общем, трекшн на единичку. Это вынужденная мера, так как играем не на руле с педалями. Вот, так, ну что же. Все, последние приготовления произведены. Так, к валу не поедем. Что у нас по соперникам? ФТО, интегра, целика, аккорд и фиат купе. Ну, если честно, соперники, насколько я понял, по соперникам вообще здесь, которые есть, так-то они не какущие. Самый серьезный здесь лютый соперник, это Civic Spoon и New Beetle Volkswagen Juke. Вот это все, что сейчас здесь с нами представлено. По идее, мы должны их... Ну, проще, в общем, будет с ними гораздо. Так, стартанули неплохо. Даже при том, что у нас трекшн-контроль на единичку, целика все равно может буксовать. И особенно это будет заметно, когда начнет резина стираться. И, в общем, где-то после середины дистанции, круга с седьмого, мы начнем буксовать, как бы мы трекшн-контроль там не помогал нам. Но... В общем, последний мой прогон был очень лютый. Здесь сразу два было соперника. Civic Spoon и Juke. Оба они... Жуткие товарищи. Spoon очень быстр. Кстати, нам его здесь и дадут за этот чемпионат. ФТО, тем не менее, все равно вылезла вперед. О, и целика еще. Целика более свежая. В общем, Civic Spoon здесь очень быстр. Он здесь, скорее всего, на мягкой резине наваливает. Но он едет на пидстоп. А Жук, он... Как бы немножечко медленнее. И я могу его... За Civic Spoon я вообще не могу угнаться. То есть, в его темпе ехать нереально на такой целике. Вот. Но... Спасает то, что он заезжает на пидстоп. А вот Жук... В его темпе куда-бедно можно ехать. Но на пидстоп не заезжает. Поэтому надо до конца держать резину. Он тоже темп практически не теряет. Но мы с ним еще, я думаю, встретимся в других гонках. Здесь соперники-то на всех гонках в этом чемпионате будут плюс-минус одинаковые. И если они не встретились с нам здесь, то встретятся наверняка в Риме. А в Риме будет еще, наверное, сложнее. Потому что с гонками по... По городским трассам... Я вообще не лады. Что, ребята, как вам видосы по закулисию Гран-Туризма? Вообще, я немножко от вас ожидал чуть-чуть других комментариев под именно видео с переводами этих видосов о закулисии разработки Гран-Туризма. Ну, то есть, в основном там... Писали о... О самом переводе, да, о том, что вот там, как я... Я там специально, как вы заметили, ну, собственно говоря, подводку и концовку я записываю в таком шуточном стиле. Ну, чтобы как-то уж это слишком серьезным не было. Хотя изначально первый самый видос я просто для шутки это сделал. И даже не думал, что я буду выкладывать в таком... В таком виде. Но в итоге все-таки выложил. Ну и смотрю, вроде вам зашло и как-то вот оно... Ай-яй-яй, пошло! Ну и стараюсь сейчас в каждом видосике что-нибудь вот... В стиле таких трэшовых переводов там 90-х... Что-то такое вот кусочек записывать и... Ну, шуточный такой... Минутку юмора, да. Вот, но... Напишите тогда вот здесь, я конкретно у вас спрошу, потому что в тех видосах, естественно, я не могу ничего у вас спрашивать. И такие, ну, чисто переводные. Вот, серьезные. Как вам оно, нравится ли, надо ли еще? Ну, то есть, я думаю, что в любом случае надо. И я... Следующий видос у меня будет по переводу Гран-Туризма там... Ну, там, скорее всего, не знаю, буду ли я его разделять. Потому что... Так-то он сам, по идее, идет цельным. Но можно и разделить. В общем, по Гран-Туризма 2000... Гран-Туризма 2000, это... Ну, как бы... Как сказать? Изначально ранняя версия Гран-Туризма 3. Вот она называлась Гран-Туризма 2000. Вот как-то так. И есть и по нему видос, он не очень длинный. То есть, там тоже и Казунори, и Маучи высказывается, и... Другие члены его команды. И есть видос о Гран-Туризма 3. Он гораздо длиннее, чем то, что было до этого. Я, если честно, очень разочарован, что они такие короткие. Ну, то есть, по первой части вообще мало видео. Я вот что, смог найти... Качество, конечно, ужасное самого видео. Но это не от меня зависит. Это просто тогда вот такое видео было. Ну, ё-моё, это же начало... Ну, не начало, но середина где-то 90-х, да? То есть, это ещё даже до выхода игры всё снималось. Сама игра в 97-м вышла, первая часть. А это, наверное, видосы вообще... Ну, или ранние 97-го года, или вообще 96-го. В общем, история умалчивает, когда именно они появились. Ну, все видосы я пока что беру с... Журнал такой... Ну, я не знаю, то ли он американский, то ли английский, Playground. Ну, он там и журнал, и в те времена уже и сайт у них был. Это так впечатляюще. Сейчас просто вспоминаешь, как в те времена было у нас. У нас тогда ещё об интернете вообще никто и не знал-то даже. Не то, что там, чтобы он у кого-то был в 90-е. А они уже вовсю там сайты свои рекламируют, странички там, Playground, сайт. Там заходите, новые видосы смотрите. Ну, в общем, такое. Ну, и как типа вот Official PlayStation Magazine. У них диск был. Не в каждом, как я понял, номере. Но был. Они, по-моему, выпускали один раз, ну как, в квартал. То есть весенний выпуск, летний, осенний и зимний. Как-то так у них там подразделялось. И в каждом из этих дисков, ну, были вот какие-то интервью с разработчиками, закулисье разработки каких-то игр. Не знаю, мне, например, очень нравятся саму такие видосы. Я почему и, собственно говоря, и занялся этим. Мне давно уже хотелось нечто подобное у себя на канале начать. Вот. Ну и... Вот. Наконец-то начал. На самом деле достаточно трудозатратное такое действие. Я думал, что будет как-то пошустрее все идти. Ну, в общем, вот тот, там, трех-пятиминутные эти ролики по Гран-Туризму, первый и второй, только перевод их у меня отнимает, ну, где-то около целого дня. Ну, понятно, что, иметься в виду, это не то, что я вот с утра сел и там до вечера перевожу, да, например. Нет, конечно. Но вот свободное время, сколько есть, где-то вот день уходит. Это на трех-пятиминутный ролик, а там вот, если, допустим, дольше, 15-20-минутные, я вообще не знаю, на них, наверное, до двух-трех дней будет уходить. Еще зависит от качества перевода. Хорошо, кстати, что эти ролики первые по Гран-Туризму, они такие короткие, потому что там звук тоже ужасный, перевожу я по субтитрам, которые автоматически создает Ютуб. Ну, в общем, там частенько говорят или в нос, или как-то гнусаво, и не все даже слова может сам Ютуб разобрать, перевирает. Ну, то есть, приходится очень сильно вслушиваться где-то по смыслу. Смотришь, что какое-то слово вообще не вяжущееся, начинаешь вслушиваться. Оказывается, там вообще человек не то говорит, что в субтитрах переводят. Ну, в общем, как-то так, достаточно сложно. И я уже тут понял для себя, что, вот, например, у меня есть пара роликов по Детройту, и переводить гораздо проще те ролики, допустим, трейлеры, где актеры, ну, актеры, либо разработчики, в общем, люди, говорят не своими словами, а готовый текст. Ну, в трейлерах, естественно, в основном готовый же текст, либо там вырезки самой игры, где четко прописаны сценарии, продуманные фразы и все такое. Вот эти видосы переводить, ну, гораздо проще, чем когда человек говорит своими словами, потому что он там и запинается, и у него какие-то звуки вылетают левые, которые Ютуб иногда тоже в субтитры там пытается запихать. Ну, в общем, это все... Ну, и речь, естественно, не такая слаженная, не так льется, так скажем, ручьем красивым, как заготовленная, поставленная речь. А когда вот актеры говорят своим языком, это все, ну, на порядок сложнее переводится. В общем, теперь у меня, я думаю, достаточно на регулярной основе будут появляться вот эти вот ролики с переводами. И хочу вам такой, ну, типа, игры небольшой, да, закинуть в вас. Кинуть, швырнуть просто. Вот, это, в общем, группа ВКонтакте, ссылка на которую есть под каждым видео. Кто не подписан, опять же, подписывайтесь. Закидывайте ролики, если что, если найдете, например, может, я плохо искал или не там, чуть-чуть искал. Какие-то... Лучше, конечно, какие-то старые, классические, древние ролики по Гран-Туризму, например. Ну, хотя бы по Гран-Туризму. Вот, о разработке игры, о закуиссии, так называемом. Вот, скидывайте, если что, группу ВКонтакте. И если ролик, ну, какой-то будет самобытный, то я его переведу и выложу у себя на канале. Можете не только по Гран-Туризму. На том же плейграунде, вот, я ролики видел, меня заинтересовали. Потом про Эйдеру прикольные есть ролики тоже. По первой части, там, по второй. Самые первые еще. Это реально сейчас очень ностальгично, очень интересно и удивительно смотреть эти ролики. ролики именно, как в то время игры создавались. Ну, серьезно, да, Лара Крофт, это там из трех с половиной полигонов состоит. И они там, вот, мы там сейчас на нее текстуры наложим. Смотрите, как освещение от фигурки там реалистично отбрасывается. Смотришь такой, да, думаешь, знали бы вы, ребята, какие игры вы будете делать, там, через 10-15 лет после этого. Вы так не говорили, наверное. Хотя многие, наверное, вообще тогда из индустрии ушли, сказали, а, ну нахер, сейчас вот этим вот заниматься. Лучше подождать еще 15 лет и сразу делать фотореализм, все дела. Чем непонятные груды полигонов там собирать. Так, ну, в общем, как-то так. Пишите свои мнения о... ...такого рода... ...роликах. ...вы-то как бы никуда не отвертитесь, я их все равно буду делать, потому что мне это нравится. И даже если вы сейчас все тут напишите, что да нафиг оно надо, вообще не занимайся этим, это бред какой-то. Абсолютно ненужный. Нам. Ну, вам придется тогда мириться с этим. Все равно, потому что я буду это делать, мне это самому нравится. Так, и вот, да, на 10-м круге, видите, все-таки сожралась у нас передняя резина. Ну, в общем, достаточно легкая получилась победа, ну, как я и говорил, потому что мы, во-первых, еще и без пидстопа проехали, но и по скорости мы были быстрее. В итоге вот целика приехала вторая. Дубль. Но! Классическая целика взяла верх. Ха-ха! Вот, и... Что у нас там? ФТОха третья, интегра, четвертая, фиат. Ммм, аккордик только шестой. Чего ж ты так поплошал, парень? Ладно. Если честно, за Дипфорест я как-то больше всего переживал, но получилось, что он достаточно легко нам дался. Ну, ладно. Рим еще. Еще Рим. Вполне возможно, что Монако тогда даст просраться, потому что я почему-то за Монако совсем не переживаю. Так. Ексид. Блин, ну могли бы реально побольше денег давать. Что-то, ну, 10 тысяч. Не серьезно. Так. Рим. Ну что, поехали. Рим, так Рим. Да, и, блин, в начале хотел сказать, ну, ладно, скажу сейчас. Так, вот, вот. Перед тем, как сказать, видите, как я и говорил, вот он Рим, и вот у нас тут и Цивик, и вот у нас тут и Жук есть. И вот это уже будет серьезная битва. Тут даже не столько сама трасса, а сколько соперники. Здесь гораздо серьезнее. И да, здесь они сразу оба. Полный набор. Здесь надо будет предельно ехать, собранно и аккуратно. Ладно, поехали. В общем, подписывайтесь на мой второй канал для стримов. Я себе завел. Кто еще, может быть, не слышал, кто не подписан на группу, может, не знает. Я еще мало, так сказать, анонсировал. По-моему, у меня только в одном видосе есть анонс этого самого канала. Называется он «Не слово о стримах». Ха-ха. Вот такое вот оригинальное название. Вот. Ну и посвящен он будет не только стримам по гонкам, и даже, наверное, не столько. Там я буду стримить все подряд. Все, что и с PlayStation со своего четвертого. И еще, может быть, какие-то игры. Да все. И Sega, и первая Сонька, и с компа, может быть, что-то когда-нибудь буду стримить. Но не только гонки. Там будет все. Вот. Поэтому подписывайтесь на него. Пока что там у меня очень мало народу. Ну и, собственно говоря, стримов там было пока немного. Потому что я его завел как раз перед тем, как в командировку уехать. Собственно, там полноценно-то только Detroit у меня пока только и пройдет. Detroit Become Human. Это, кто не знает, эксклюзив для PlayStation 4. От Quantic Dream, от Дэвида Кейджа, от разработчиков Heavy Rain, Beyond Two Souls, ну и более ранних проектов в Фаренгейте. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Нельзя вот так. В общем, фишка в чем? Здесь. Так, минутка рекламы прошла. Фишка в том, что в темпе Цивика, как я сказал, ехать достаточно сложно. И моя задача, минимум, это не отстать от него больше, чем на один пидстоп. Поедет он достаточно нескоро на пидстоп, потому что едет он почему-то всегда на предпоследнем круге, даже на последнем, получается, после предпоследнего заезжает. И пидстоп длится около 20 секунд. В общем, надо отстать, ну, где-то секунд на 15. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это плохо Это плохо Так, еще и жук там сейчас целик пройдет Задача минимума Это значит от цивика То есть не отстать на количество секунд Требуемых для пидстопа Даже надо чуть-чуть меньше отстать Потому что он будет на свежей резине И последний круг Если у нас там будет От него отрыв Ну, я не знаю, секунды полторы-две Это, конечно, ни о чем И он быстренько нас догонит и скушает Но надо и не подпустить к себе жука Потому что жук, он в абсолютно равных с нами условиях Он не будет останавливаться И, собственно говоря, он Даже, наверное, основной конкурент Пока этого не скажешь Потому что цивик отрывается Но На финише он, скорее всего, окажется впереди цивика И надо так сделать, чтобы он не оказался впереди нас Так, вот он уже вышел на второе место И это плохо На самом деле Желтяки атакуют Так Было бы неплохо от него Хоть какой-то отрыв сделать Потому что У этого Жука Чёртового У него к финишу резина В менее убитом состоянии Скорее всего будет Чем у нас Да, и он держится Он на хвосте сидит И как-то Несильно пока отстаёт Плохо Так, сейчас Тут, опять же, фишка в том Что на прямых они Быстрее, чем Чем мы И Нагоняют А в поворотах Но, опять же, не во всех У нас есть Некое преимущество Но оно тоже Такое себе Ну, ни в какую Не хочет отставать Так, надо где-то 1.38 ехать Ну, хорошо 1.38 едем Пока что И вот так Не тупить Быстрее едет Даже накатывает А от всех остальных Гляньте Отрываемся Просто В точку Уезжаем Ну, кроме Цивика Опять же Цивик Надо, блин И за ним следить За этим паршивцем Ну, пока вроде Не критически Уходит Так У нас Четвёртый круг К концу подходит Так, сколько у нас От Цивика 6 секунд Более или менее Да, и наверное Еще я тут подумал Чемпионаты, которые На выносливость Наверное, все-таки Будем проходить В прямом эфире Но на основном канале То есть Это будет Как бы В рамках прохождения Это даже будет Не телемост По сути А как бы Ну, продолжение Прохождение Поэтому Естественно Будет на основном Канале Потому что Все прохождение Гран-Туризма 3 У меня На основном Канале Поэтому Сколько вот у нас Там чемпионатов На выносливость Не знаю Ну, штук 6 Точно есть В общем Где-то, значит Вот столько Будет По Гран-Туризма 3 Телемостоп Таких Ну, там Не аркадка А именно Таких Прямо Полноценных Официальных Что ли Так Резина Держись Держись Твою мать Пока Держимся Пока Все Хорошо Так Этот Нам не дает Расслабиться 6.6 За круг Все полсекунды Потеряли Хорошо Там по идее Где-то Круги На восьмом Цивик Даже должен Ну, если у нас Все у самих Хорошо будет То цивик Перестанет От нас Отрываться За круг Где-то До своего Питства Да ладно Ты блин Плохо я прошел Последнюю связку Да И цивик Оторвался Сразу Мосяку Ладно Блин Надо Более сосредоточенно Ехать Сейчас Да ну Нахрен Это нехорошо Это совсем Нехорошо Так Сейчас Начнет На нас Наседать Ой Блин Я цивика Начнет Отставание Расти Так Сейчас Напрямой Накатит Совершенно Точно О Мы даже Одну десятку Отыграли У цивика Так 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 Ну я говорю Круги Надо Пока Ранней мере Пока резина Целая Ехать Из Из 38 Ой Из 39 Ну хотя бы Вот этот круг Опять получился Более или менее Предыдущий Да был Медленный Конечно Подзатупил Малость Так Ну да Эта гонка Конечно Гораздо Напряженнее Там Прямо На расслабоне Все Получилось А здесь Надо Очень Аккуратненько Так Многое 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 От соперников Зависит Имбу Если подсовывают То все С ней Сложнее Гораздо Так Начинаю Немножко Плыть Чуть Чуть Правда Там Входил Не очень Правильно Вот Видите Мы даже Чуть Чуть Его Достаем Уже Хотя Только Седьмой Круг Так Что Цивик Уже Там Поплыл Вот Опять Плохо Очень Вошел Прям Вообще Плохо В этот Поворот Да И вот Жук Опять Нас Поддостал Блин Ну да Оторваться Уже Понятно Что От него Не Получится Главное Его И Не Подпускать Так Ладно Цель Пока Выполняем Идем Из 39 Уже Близко Блин Плохо Сейчас Опять Накатит Здесь Так Тихо Пошли Пошли ошибки Черт Возьми Е-мое Е-мое Рано 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 Вот Такие ошибки Рановато Резина Пока Ещё Должна Держать Но Уже Конечно Всё равно Не так И он Теряет Резину Гораздо Сказать Медленнее Чем мы С трудом Уже Вписываюсь В скоростные Повороты Где Вот Именно Упор На Резину Должен Быть Эх 8.2 Цивик Подоторвался Так Два Круга Два Круга Осталось Через Круг Заедет Цивик Ой Одна Сорок Кошмар Накатывает Собака Хорошо Что Всё-таки Есть Какие-то Повороты Ключевые Где У нас Хоть Небольшое Преимущество Но Есть Там Можно Подоторваться От Жучка Так Пришлось Сильнее Затормозить Здесь Сейчас Накатит Наверное Напрямую Нет Так Так Опять Цивика Подогнали Ну Да Такая Качеля Получается Сейчас Вот Спун Цивик Заехал На Питстоп Так Похоже Похоже Что У Жука Тоже Немножко Резина Хотя бы Подпросела Он все равно На хвосте Но уже Не так И это Радует Последний Круг Прошел Пошел И Если Он был бы В том же Состоянии Да Он тоже В скоростных Виде Поворотов Уже Проседает На прямых Он все еще Естественно Мощность У него Никак Не изменилась Он накатывает Но В поворотах Он Особенно В скоростных Он уже Не держит Наш темп И У нас Правда Резина Уже тоже На последнем Круге Сейчас Особенно Вот Последние Повороты Там будут Очень Жесткими Да Вот Сейчас На прямой Главное Вот он Вот он Вот он Нет Нет Блин Вот это Да Это Печалька Атака Получилось Ну Это Потому Что Он поплыл Да Он там На том Торможении Он И с хорошей Резиной Чуть От нас Отставал О Вот Видите Насколько Эта Гонка Заканчивается Чтобы Чтобы Тот Тот Который Впереди Делал Отрыв Но Мы Распознали Хитроумный План И Уделали Обоих Желтяков Кстати Поймался На мысли Ну Эта мысль В принципе Уже Всплывала В голове Но Как-то Я ее не озвучивал Что Селика Вот это Именно СС-2 Ну В принципе GT4 В этом Кузове На Сорер Похоже На Сайру Как ее У нас тут Называют Так Ну Собственно Ничего Удивительного Примерно Одни Те же Года Выпуска От Одной Компании Так Что у нас Здесь Ага Здесь у нас Цивик Но Без Этого Желтого Жука Этого Так что Жук Что-то Как-то Разобиделся Сильно Видать Надеялся Он на Победу Ну Да У него Даже Был Момент Когда Он Вырвался Вперед Относительно Нас Но Не смог Довести Дело До конца Ладно Поехали Та же Самая Ситуация Как можно Дальше От себя Держать Цивик Неважно Впереди Или позади Но даже Если Позади Точнее Не так Если мы Будем Позади То Можно Дальше Его лучше Не держать Конечно Наоборот Надо Тогда Зацепиться За него Прям Буквально Всеми Силами Так Напрямую Без шансов Смотрите Смотрите Как он Уходит Просто Уезжает Вот Сейчас Хорошо Что мы Именно Цивик Получим Так Парень Ну-ка 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 Вау У нас Даже Шанс Появился Его Уделать Отлично Цивик Этот Дадут Нам За Этот Чемпионат Правда Я не знаю Вряд ли Будет Ну то Есть Он Здесь В гонке Явно Не в том Состоянии Скорее Все В котором Нам Его С вами Дадут То есть Он Здесь Еще Более Прокаченный Поэтому Все Равно Мы Не Узнаем В Какой Он Тут Конфигурации Едет Хотя Как Знать Ну Явно Он Будет Мощнее Спуновский Чем Стоковый Цивик Это Само Собой Ну Что Ты Так Ну Смотрите Я Говорю Монако У Них Ай Клин Какой То Едут Они Тут Не Сказать Что Очень Быстро Опять На Прямых Да Но В Поворотах Совсем Какой Ахтунг Ой Ну На Кой Ты Так Медленный Ох Как Мы Его Боднули Хорошо Придали Ему Ускорение Так Так Что Вполне Возможно Ну Правда Я Не Знаю Насколько Здесь Будет Резина Стираться Но Если Мы Еще И Впереди Цивика Будем На Тот Момент Когда Он На Пит Стоп Поедет То Это Прям Будет Вообще Разгром Для Него Ладно Раньше Раньше Времени Радоваться Рано Ох Лезет 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 В Атаку Так Сидит На Хвосте Жестко Как Приклеенный Кошмарики 30 км в час Формула 1 Там На Гораздо Больших Скоростях Проходит Шпильку 60 Блин Два Раза Быстрее Хотя Монако По идее Оно должно Даже Резину Расходовать Меньше Чем Все Что Было До Этого Тем Более Мы На Харде Едем Поэтому Может Такой Вариант Даже Здесь Будет Что И Цивик Не Поедет На Питстоп Поэтому Расслабляться Все равно Нельзя Потому Что Если Он Не Поедет На Питстоп Здесь Это Будет Тогда Вот Оно Сражение Сейчас То есть Надо Быть Тогда Впереди Него О О Одел Да Ладно Это Он Настолько Отстает Чуть Серьезнее Ну Это Несерьезно Цивик Четыре Одна Уже Я Тут Распинаюсь Чтобы Интриги Нагнать А Ты Так Сдулся Не Ну Может Он Чисто Это Затупил Где Небудь Прям Ну Не Настолько Ж Они Здесь Криво Едут Хотя Если Вспомнить Да Предыдущие Гонки В Монако Короче Казунори Плохо Научил Их Ездить Хотя Вот В двух Видосах По Гран-туризму Ну От Разработчиков Там Были Художники Да У нас Там Были Проектировщики Ну Сам Каз Емаучи Но Вот Именно А Звуковики Были Да У нас Интервью У них Брали Ну Вот Что-то У тех Кто Физическую Модель Делает А Нет В первой Был В первой Гран-туризма Там Чуть Был Ну Я говорю Там Настолько Эти Видосы Какие-то Еще Сумбурные Вот Видимо Или Тогда Не было Принято Еще Как-то Брать Интервью У Разработчиков Или Что-то Хрен Заним Толком Не знали Как Ну Понятно Что Сама Игровая Индустрия Это Так Сказать Только-только Из Андеграунда Выходила Собственно Даже Журнал Назывался PlayStation Андеграунда Ну Понятно Что Немножко По Другим Причинам Что Типа Они Как раз Показывали Немножко За Такую Подпольную Или Закулисную Жизнь Но Можно И Другие Ассоциации Провести Что Типа Игровая Индустрия В подполье И вот Потихоньку Из него Выходит Супер Там Блокбастеры Как раз Время Зарождения Супер Серий Которые По сей День Живы Так что Да Можно Сказать Что Вот Именно Девяностые Наверное Начало Середина Девяностых Это Прям Расцвет Индустрии Полную Силу Поэтому Да Тех Кто За физику Отвечает Гран-туризм Их там Еще там Трехминутный Ролик Их там Надо было Вместить Несколько Человек И Тому Кто Разрабатывал Физический Движок Там Тоже Уделено Сколько Там Секунд Тридцать Наверное Кстати Я Немножко Удивился Что Они Оказывается Еще Начали Над Физикой Работать Собственно Серьезно Достаточно Еще В Мотор Тун Гран-при Чуть Не Сказал Тинни Тун Гран-при Ну это Тоже Кто Не Знает Это Вообще Первая Игра Полифоне Диджитал Которая Тогда Была Полис Интертеймент И Собственно Говоря Она Была Такой Мультяшной Гоночной Игрой Даже Целые Две Части Было Вот Но Я Потом Так Еще Про Нее Почитал Узнал Да У нее Обертка Была Мультяшная Но Физика Там Была Достаточно Такая Серьезная Хотя Этого Вроде Бы не Скажешь По Такой Вот Там Совсем Мультяшки Машинки Там Какие-то С Глазами С 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 Уже к серьёзной гоночной игре своей герой. Вообще, конечно, интересно и смотреть, и в каких условиях эта вся разработка велась. То есть сейчас это посмотришь на крупные студии, да? Ну, та же Polyphony Digital сейчас это уже крупная студия. Хотя по современным меркам даже она не особо крупна. Там у неё чуть больше ста сотрудников. Хотя крупные студии сейчас там и до нескольких сотен человек, а то и там и тысяча бывает. Вот, но тем не менее, в то время, когда они разрабатывали первую часть гран-туризма, это вообще были там, я не знаю, студия состояла максимум, наверное, из пары десятков человек. Ну, может, три десятка, если взять там каких-нибудь ещё уборщиков там. Хотя, наверное, уборщиков тогда и не было. В каких условиях они жили, то есть ночевали прямо в офисах там. Показывали же вот в первом видосе, что у них там раскривушки эти там стоят. Прямо тут у него рабочее место. Тут же там откинулся, поспал пару часов на кушеточке какой-то там. И там что-нибудь. Домой практически не уходили. Представьте, да, вот разработчик видеоигр тогда, как жил. Причём это ещё достаточно такой успешной студии, и они уже тогда были под крылом Sony. Вот. Сейчас, сейчас даже инди-разработчики, наверное, так не живут. Притом, что они, скорее всего, дома просто разрабатывают игры. Ну, индюшатинно имею в виду. Интересно, интересно, не знаю, мне прям очень интересно. Вся вот эта вот движуха в закулисье. Когда видишь, какими мучениями даже порой, да, страданиями некими. Ну, вот идут разработчики на какие лишения. Семей не видят практически. Всё равно, что как моряк. Ну, моряк там хоть понятно, он ушёл и ушёл вот там где-то. Уже смирился как бы с этим. И всё. А тут ты вроде и дома, и вот недалеко где-то. Ну, один хрен, ни черта не. Не бываешь дома, не видишь семью там. В общем, да, возвращаясь на трассу, Цивик сдулся. Вот она, трасса, Монако. Показывай, кто истинный именно гонщик-пилот. А кто так на самовозе просто едет. Шучу, конечно. Немножко это не про наш случай. Ну, да, что-то Монако действительно очень узкая, сложная трасса. И, видимо, ботам сложно здесь. Я просто видел, как они... Ну, они здесь не в одном-двух, а во многих. Практически в каждом каком-то затычном повороте они просто бьются. Они втыкаются мордой или задевают, наоборот, жопой на выходе, заносят их. Ну, видно, что им очень здесь сложно. Прям очень тесно. Представляете, на момент начала двухтысячных искусственному интеллекту в Монако было просто крайнецки сложно. Сейчас, да, сейчас искусственный интеллект подпрокачали. Но понадобилось, конечно, много времени для этого. Лет 10, да, где-то. Ну, вот в 5-й Гран-Туризм, если взять Монако, там ботов научили вот уже ездить по именно Монте-Карло. И там, наоборот, гонка в Монако одна из самых сложных. Там прям боты наяривают. Но это уже, извините меня, 2010-й год, 5-я часть Гран-Туризма. А это 2001-й. 10 лет реально прошло. Кстати, да, если немножко говорить о Гран-Туризм и спорт, то, блин, действительно, все. Надежды уже окончательно растаяли, что они туда добавят свои оригинальные трассы разработчики. Также ежемесячно дополнение, также ежемесячно, ну, получается, раз в месяц новая трасса и несколько новых машин. Ну, плюс там фоторежим расширяют, что-то там допиливают, докручивают. Но такое вот глобальное, чего все ждут с каждым обновлением, это новую трассу и машины стабильно поставляют. И как бы постоянно, постоянно, постоянно реальные трассы сыпятся. Вот они добавили Испанию, Каталунию, одну из последних. Бразилия, Испания, Австрия, один ринг. Рэбл ринг, точнее, сейчас он называется. В общем, на... А, Фуджи. Так что да, не слушают они меня, не хотят. Ну, я, по крайней мере, тогда надеюсь, что это у них такая фишка только для GT Sport, которая у них якобы вся такая настоящая, для реальных гонщиков, фиата, все дела, награждения, чемпионаты, реальные трассы. Надеюсь, что в полноценной седьмой части они от этой фишки откажутся, потому что... Ну, серьезно, мне у Гран-Туризма не хотелось бы только по настоящим трассам ездить. Как-то оно скучно. Это ж не Формула-1, прям, которая вот шаг влево, шаг вправо, а вот лицензионные продукции, все, расстрелы там. Даже, блин, пилотов нельзя менять в командных. Так, если и Гран-Туризма идет в эту же сторону, это скучно, реально будет. Откажутся от прокачки машин, потому что, ну, так же, типа, там, это не канон, там, все дела. Нельзя каждую машину будет по своему вкусу, знаете, там, прокачать. Это будет очень жесткое решение, ну, и, естественно, дурацкое, абсолютно. Потому что именно этим GT Sport и плохата, собственно говоря, что там нет полноценного режима карьеры, что там набор трасс достаточно странный, и нету полноценной прокачки. Нету, как мы любим, вот, в карьере именно магазина обширного с кучей деталей, запчастей, что ты можешь там вообще все как угодно прокачивать. Надеюсь, что в семерке все это вернется. Правда, неизвестно, когда сама семерка объявится, потому что мне уже кажется, что на это поколение она не выйдет. Если так, то это будет первое поколение консолей PlayStation, на которых не вышло ни одной номерной части Gran Turismo. Это будет вообще жесть. До этого каждый раз по две выходило номерных, не считая там всяких прологов, концептов и прочего хлама. А тут вообще ни одной. А, блин, выйдет PS5, они заново начнут опять пилить свой движок, под уже новое железо раскачивать. И опять сначала выпустят какой-нибудь Gran Turismo, там 7 Prolog Sport GT Ultra Mega Super Swag Turbo. Вот, и пока его будут допиливать, параллельно вроде пиля еще и движок, там уже и следующее поколение. В общем, мы больше никогда не увидим. С вами полноценная номерной часть Gran Turismo. Снимем шляпу, ребята. Не, шучу, это все, конечно. Я сгустил краски, сгустил тучи специально, чтобы обрадоваться анонсу Gran Turismo 7, типа нежданчик, когда они объявят это на PlayStation Experience в этом уже теперь году, да. И, кстати, да, им и объявлять-то особо негде теперь. От Е3 они уже официально отказались, то есть саней не будет на Е3. PlayStation Experience в этом году они тоже не провели свой. Ну, точнее, в прошлом уже. Блин, сейчас привыкать уж месяц, пока Новый год перещелкнется со всеми этими праздниками. Вот, так что... Черт его знает, что они там готовят. Но я думаю, в 19-м они все равно что-то должны бабахнуть. Наверное, на какой-то своей такой вот придуманной очередной выставке, типа PlayStation Experience или там Pax. Она же Parish Game Week. Нет, вру, Pax это не Parish Game Week. Это разный. Ну, в общем, нигде их что-то в 18-м нету. Точнее, в 19-м. Не будет. Но где-нибудь под конец года, наверное, жахнут чем-нибудь. А может и летом. Типа подавитесь своей Е3, а мы свою Е5 проведем. Так, ну вот. Как я и говорил, Monaco самая легкая из них. Вообще уделали не глядя. Даже вот и Civic. Даже без пидстопа мы бы его уделали. Давайте посмотрим, насколько он в итоге отстал. Секунд около 40, наверное, что-то. 34 было последний раз, когда я смотрел в 9-м круге. Ну, и вообще не финишировал, что ли. 36. Вот. 40 секунд мы привезли Civic этому, который нам дадут. Так. Ладно. Смотрим. А вдруг будет нежданчик, и нам дадут NSX. NSX. Так, нет. Реплей. Нет. Однозначно нет реплею. Так. Комплитит соло-эвент. Одна машина. Ну да, Civic. Желтенький. Видимо, спуновский Civic только в желтой есть раскраски, потому что он нам два раза встречался по ходу чемпионата с желтым, и сейчас нам тоже желтым насыпали, поэтому наверное, только желтенький. Ну и хорошо. Опять же, черт его знает, где его использовать. Вот до этого чемпионата, если бы нам его киданули, это было бы лучше. Давайте сейчас посмотрим его характеристики. Так, FF Challenge. Вот мы и размочили Лигу Профессионалов победой. Так, Home, Garage, Garage, Garage. Ну-ка, GameStatus, давайте-ка зайдем. 55,7. Ну, надо аркадку все-таки наверное добивать там, но это тоже будет на не основном моем на втором канале. Аркаду я тоже планирую пройти, на 100%. Так, ладно, Garage. Garage. Где? Спунцевик. 214 лошадей, да, ну, значит, конечно же, он не в такой конфигурации ездил, естественно, он там был прокачанный в чемпе, потому что, я напомню, наша целика 301 лошадиной силой была увенчана. в упряжке. Вот, а ту 214, конечно, это мало для того, чтобы он так доминировал. Вот, ну, тем не менее, ладно, не знаю, может быть, мы его в каком-нибудь Type-R чемпионате применим, если он есть в профессиональной лиге, но, по-моему, есть. Вот, дальше, наверное, у нас будет с вами FR чемпионат. За FR, кстати, очень классную машину дают. Она у меня была на всех логотипах к прохождению первой части Гран-Туризма. Тоже такая, одна из моих любимых машин. Это именно Nismo Skyline GTR. Road Vision, он там идет как дорожная версия. Ну, он вообще в единственном экземпляре существует. Вот. Поэтому машина очень ценная, классная, и вот за FR именно ее нам и дадут. И надо будет не зевая больше пройти на ней тоже какой-нибудь чемпинг. Вполне возможно, так как это Sky, хоть и не каноничный, как бы, но прокачанный Nismo, как-то чемпионат называется, что-то там с красной эмблемой, Championship of the Red Emblem, что-то такое. Ну, типа чемпионат Skyline именно GTR-овских. Вот. Возможно, эту Nismo туда пустят, и может быть, мы и на ней там пройдем. Ну, ладно, это еще будет не скоро. Вот. Нам еще надо с вами суперлицензию добить, самую сложную, напоминаю вам, где надо будет 8 трасс одолеть полностью, не ошибившись, не вылетев, нигде не стукнувшись, нигде не срезав. Ну, как обычно, собственно говоря, о чем я вам рассказываю. Плюс ралли на чемпионат, в общем, работы еще много, плюс, естественно, эндурики. эндурики, повторюсь, будем проходить в прямом эфире в режиме телемоста, на основном канале на этом. так что где-то штук там 8 наверное будет у нас телемостов по GT3. Так, где? Где Целико? Да что ты, блин, терял уже машин, кстати, так достаточно много. Ага, вот она. Вот. И, кстати, гляньте-ка, 301 лошадиная сила, то есть, за три таких длинных гонки масло не загустело еще у нас. Да, кстати, прежде чем Целику ставить в гараж на долгое время, давайте ее отмоем. будем следить за нашим автопарком. Чтобы она блестела, была, просто пахла и цвела. Так, что у нас с маслом? Ну, так-то по картинке серенькое стало такое маслице, но пока еще не отразилось это на мощности. Давайте масло сменим. Хрен с ним. Кстати, в четвертой части гранд... Нет, не в четвертой, в пятой. В четвертой не знаю, за этим, честно, не следил, а в пятой точно это есть. Там даже масло не только как здесь смена масла добавляет лошадиных сил, но там еще такой синусоиды, то есть, оно сначала дает буст еще небольшой, то есть, ну, прогрев масла, да, распределение его там по всем деталям и по мере там нескольких гонок, у тебя еще мощность немножечко на несколько лошадиных сил, но возрастает. А потом также потихоньку настает пик и потихоньку начинает спадать мощность и начинает машина деградировать, вплоть до того, что даже меньше становится лошадиных сил, чем было изначально. Вот, такие дела, такие маленькие фишечки. Ну что же, ладно, давайте на этом будем потихоньку прощаться. Опять же, какие-то сейчас последние слова. Ну, понимаю, что этот видос выйдет уже, конечно, не в Новый год, сейчас у меня уже почти третье число, ну а закончу я рендерить видос, когда уже будет третье число, точно, ну, ночь со второго на третьего у меня. Но, тем не менее, еще новогодние праздники, все только-только очухиваются, даже еще нифига не очухиваются, поэтому нормально. В общем, хочу поздравить вас с Новым годом всех, с Новым 2019 годом. Желаю всем, естественно, счастья, здоровья, ну, естественно, это самое главное, вот, но также, чтобы вы загадали себе какие-то желания, какие-то ваши мечты, что-то на 2019 год, чтобы вам хотелось, что вы исполнили, сделали, вот, может быть, какой-то очередной шаг по карьерной лестнице, или в семейном плане, ну, не знаю, там, кто-то женился, кто-то замуж вышел, кто-то детей родил, кто-то воспитал, вот, отослал в школу, или со школы, вот, ну, в общем, чтобы все это у вас сбылось, чтобы вы задумали то, что, вот, у вас планомерненько сбывалось по ходу года, ну, также желаю вам, чтобы вы отдохнули, как следует, на этих новогодних праздниках, Новый год, потом, сейчас, не за горами уже Рождество, так что поздравляю вас и с наступающим Рождеством, надеюсь, конечно, что мы еще до Рождества с вами увидимся в каких-то видео и даже в прямых эфирах, вот, если, тьфу-тьфу, состояние не ухудшится у меня, вот, так что отдохните как следует, проведите эти дни с родными, близкими, вот, может быть, где-то там попросите прощения, ну, все-таки надо в Новый год входить с положительными, позитивными эмоциями, вот, где-то, может, что-то накопилось, поэтому не стесняйтесь, вот, это, ну, в общем, со своими надо честными быть, вот, если что-то где-то, то просить прощения, вот, ну, что же, еще раз всех с Новым годом, с новым, не хочу говорить с годом свиней, потому что, ну, это китайский все-таки календарь, не наш, по-нашему-то, вот, славянскому календарю, это год солнечной лисы, вот, так что, наверное, год будет такой опасный немножко, лиса, она такая хитрюга, может, где-то и обмануть, так что, ушки на макушке держите тоже с лисицей, вот, ну, и с годом, конечно, свиньи, по китайскому календарю, потому что, мало ли, кто меня смотрит, может, и приверженцы, вот, этого самого азиатского календаря, вот, так что, вот, всех с Новым годом, все, еще раз говорю, подписывайтесь на мой второй канал, который посвящен исключительно будет телемостам, стримам, прямым эфирам, вот, там будут не только гонки, и не столько гонки, вот, ну, и они тоже будут, конечно же, вот, называется, еще раз говорю, он, ни слова о стримах, вот, найти достаточно легко, в общем, вот, ну, и на группу ВКонтакте тоже, опять же, если что, кидайте туда видосы по Гран-Туризму, например, ну, начнем с этого, по Закулисью, мало ли, вдруг найдете какие-то ролики, которые я не смог где-то раздобыть, может быть, интернет большой, широкий, я не везде бывал, вот, так что, если найдете что-то интересное о Закулисье мира нашего любимого Гран-Туризма, то я постараюсь обязательно, конечно, это перевести на ближайшее время, вот, ну, а на подходе я говорю, ну, я еще не начал, если честно, даже, я просто так приготовил этот ролик на английском, он у меня есть уже, следующий ролик будет по Гран-Туризму 3, Гран-Туризму 2000, и оно же Гран-Туризму 3, оно уже, как вы понимаете, несколько ближе к нашему времени, ну, и, собственно говоря, непосредственное отношение имеет вот к тому, что мы делаем сейчас, а именно прохождение Гран-Туризма 3 со второй PlayStation, вот, ну, что же, все, всем пока-пока, с Новым Годом, с наступающим Рождеством, с вами был, как всегда, Скудер, канал Ни Слово В Играх, всем пока-пока, и удачи, отметьте хорошенько этот Новый Год.